Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Мы не хотим показывать еще один депрессивный выпуск, и не будем. Но если вы смотрите на страну и думаете, как мы измеряем здоровье Соединенных Штатов, есть очень простые критерии. Средняя продолжительность жизни, количество браков, эффективность армии, стоимость жилья, стоимость доллара, здоровье финансовых рынков, безопасность на улице и так далее. По всем этим самым основным показателям администрация Байдена провалилась и провалилась с треском. Байден не просто некомпетентный, хотя очевидно, что это так. Байден самая разрушительная сила в истории США. Всего за полгода Байден и Рон Клейн, мутный глава аппарата Белого дома, принесли нашей стране больше вреда, чем кто-либо когда-либо мог себе представить. Мы читаем цифры каждый вечер, но они не отражают ситуацию. Знаете, что отражает? Одна статья. Статья вышла из надежного либерального новостного источника CNBC. Вот второе предложение статьи. Цитата. Все большее число калифорнийцев уезжает из страны насовсем, следуя на юг от границы. Многих привлекает более спокойная и доступная жизнь в Мексике. Да, в Мексике, не в Швейцарии. И так в Америке Джо Байдена все так плохо, что тысячи американцев добровольно уезжают в страну третьего мира, где идет жестокая нарковойна. Да, обочины дорог в Акапулько, усеяны человеческими головами, но по крайней мере это не Лос-Анджелес. Дэрил Грэхэм работает с недвижимостью в Мексике. Он говорит, что среди его покупателей, цитата, около половины из Калифорнии. Внезапно высокие налоги, преступность, политика, все, чем люди недовольны в Калифорнии, заставляет их переезжать в Мексику. Другой аналитик, который изучает тенденцию в Институте миграционной политики, говорит, так много американцев сейчас переезжают в Мексику, что местные жители просто не справляются с ростом цен. Так что это массовая миграция, наоборот. Это удивительно. Неважно, насколько серьезный провал вы ожидали от администрации Байдена, вы вряд ли могли представить себе караваны беженцев, бегущих из нашей страны через южную границу, в поисках лучшей жизни в Мексике. Такими темпами следующая остановка будет Порто Пренс. Говорите что угодно о Гаити, но там лучше, чем в Балтиме. Один плюс переезда в Латинскую Америку — соседи-единомышленники. Они тоже презирают Джо Байдена. Его рейтинг среди латиноамериканцев в США упал до 24%. Это самый низкий показатель из всех. Между тем, угадайте, кого сейчас латиносы хотят видеть кандидатом в 24-м году. Правильно. Мистер Атако. Дональда Джона Трампа. Задумайтесь на секунду. Дональд Трамп — самый одиозный расист, какого только видела эта страна. Этот человек намного популярнее среди латиносов, чем раболепный либерал Джо Байден. И так парня, пытавшегося построить стену на границе, любят. Парня, который избегает слова «латинос» на полном серьезе, ненавидят. Поразительно. По сути, не будет преувеличением сказать, что это катастрофа для демократической партии. Латиносам очень не нравится Джо Байден, и по тем же причинам, что и всем остальным. Байден сделал их жизнь хуже. Намного хуже. Средний доход в этой стране — 44 тысячи долларов в год. В год! Как можно прожить на эти деньги сейчас? Посчитайте. Вы не сможете ни по одному признанному американскому стандарту. Инфляция слишком высокая. Она делает вас беднее. В Филадельфии Джо Байден обнародовал план, как остановить инфляцию. Просматривая видео, держите в уме. Мы никоим образом не редактировали его. Смотрите. Мы можем сделать это. Все, чего я прошу, это чтобы крупнейшие корпорации и богатейшие американцы начали платить справедливые налоги. Я абсолютно серьезно. Если кто-нибудь здесь считает, что налоговая система справедлива, поднимите руку. Ох уж этот парень. Федерация труда. Как много членов Конгресса профсоюзов от частного сектора поддерживают Джо Байдена? 12%? 15%? Точно не 50%. И все же они дают ему слово. Они настолько продажны. Но послушайте. Высокие налоги сделают товары дешевле. Вот что сказал Байден. Инфляция растет, потому что налоги недостаточно высокие. Это вовсе не защита корпоративной Америки. Мы никогда не стали бы ее защищать. Но такой экономический анализ просто безумие. Это неправда. Мы потеряли контроль над инфляцией, потому что такие, как Джо Байден, продвигают безумную идею под названием «современная денежная теория». Они напечатали уйму фальшивых денег, чтобы обогатиться и укрепить свою власть. И поступив так, они обрушили доллар и сделали вас гораздо беднее. Вот что произошло. Здесь бессмысленно спорить, хотя, конечно, они не признают этого. Они даже не считают нужным сделать вид, что им есть дело до дефицита детского питания. Вот что говорит представитель Джо Байдена. У меня пара вопросов по детскому питанию. Первый вопрос. Что Белый дом? Есть ли какие-нибудь новости из Белого дома по ситуации с детским питанием в стране? Да, сейчас я посмотрю. Есть ли у меня какая-либо новая информация для вас? Полагаю, нам задавали этот вопрос два дня назад. Хорошо. У меня нет ничего нового. Я знаю, что на прошлой неделе мы сделали несколько заявлений, просто я не вижу их сейчас. О, матерям нечем кормить детей. Дайте-ка посмотрю, что написано. Специалисты Белого дома забыли вложить в папку тезисы о нехватке детского питания, оставив нашего блестящего пресс-секретаря-иммигранта из ЛГБТ-Q+, беспомощным. Просто я не вижу их сейчас. Как этот вопрос связан с правами трансов? Никак? Следующий. Одну вещь Карин Жан-Пьер может сказать с абсолютной уверенностью, Джо Байден замечательный, Джо Байден энергичный, он полностью в здравом уме, он даже планирует баллотироваться. В 2024-м к тому времени все пригороды Чикаго переедут в Гаити в поисках лучшей жизни. Она и правда так сказала? Проясним! Как сам президент неоднократно говорил, он планирует баллотироваться в 2024-м году. Мы можем только догадываться, что вы об этом думаете, но что думают лидеры демократов? Он их парень. И все же они в ужасе. Даже Сэнди Кортес, которая поддерживает все, в том числе еще один бессмысленный неоконсервативный конфликт на Украине, даже она не может поддержать эту идею. Смотрите. Мы узнаем, когда придет время, но я думаю, что если у президента есть видение, мы все хотим это обдумать и изучить, когда придет время. Это не значит «да». Я считаю, что президент до сих пор очень хорошо справлялся с работой. Знаете, если он снова будет баллотироваться, я думаю, что... Знаете, я думаю, мы посмотрим на это. Да, а когда придет время, мы посмотрим на это. На самом деле они хотят сказать, и это их новый тезис, мы не любим Джо Байдена и никогда не любили. Оказывается, их ничего не связывает с Байденом. Дэвид Аксельрот и Джо Скарбора, два профессиональных лжеца, которые всучили нам престарелого манекена, сейчас пытаются от него откреститься. Недавно Нью-Йорк Таймс опубликовала на первой полосе статью об умственном упадке Джо Байдена. Правда? Всего год назад эта тема была под запретом. Нью-Йорк Таймс процитировала одного чиновника, который советует Байдену объявить сразу после промежуточных выборов, что он не будет баллотироваться. Дэвид Аксельрот, который привел Обаму к победе, сказал, цитата, «Президентство — это чудовищная обременительная работа, и реальность такова, что президент будет ближе к 90 годам, чем к 80 в конце второго срока, и это будет проблемой». Иными словами, он слишком стар. У Байдена деменция! Кто знал? Ну, на самом деле, все они знали, и знали все это время, и им нельзя позволить уйти от ответственности в последний момент. Они все знали и лгали. Они совершили преступление. Эти люди циничны, безжалостны, они моральные уроды. И если вам нужны дополнительные доказательства, посмотрите, как они обращаются с бедной Камалой Харрис. Они отвернулись от нее, это шокирует. Учитывая, что всего несколько месяцев назад те же самые люди кричали «как вам повезло», что эта индийская женщина впервые в истории стала вице-президентом. Это было захватывающе. Их переполняли эмоции только от одной мысли. Камала Харрис была такой замечательной. Приводится к присяге Камала Харрис, первая женщина вице-президент. И наша первая женщина вице-президент? Мы увидим нашу первую женщину вице-президента. Это исторический день. Камала Харрис станет первой женщиной вице-президентом США. Мы отмечаем приведение к присяге первой женщины в американской истории, избранной на пост вице-президента Камалы Харрис. Не говорите мне, что времена не меняются. Не говорите мне, что времена не меняются. О, они меняются, и они изменились. Совсем недавно у нас мурашки бегали по коже от таких слов, но теперь они игнорят Камалу Харрис, как отвергнутую пару с Тиндера. Они делают вид, что ее не существует. Фактически. Демократическая партия поддерживает превосходство белых. Как? Что ж? Лидеры демократов планируют отказать Харрис в работе, которую она получила, в качестве их ставленника, и заменить ее в следующем цикле еще одним, представьте себе, белым мужчиной. Попробуем бета, как насчет мэра Пита, чувствуете? Белые мужчины, как они вечно говорят нам. Оказывается, наша сила не в многообразии. Равенство и инклюзивность хороши, если вы нанимаете менеджеров среднего звена в крупную компанию, вы бы никогда не наняли белого парня средних лет в Ситибанк. То же самое с авиакомпаниями и больницами. У нас слишком много белых мужчин-пилотов, хирургов и судей. Они постоянно это говорят. Похоже, они используют Министерство юстиции, чтобы навязывать свои правила. И все же самая антибелая политическая партия в англоязычном мире выдвигает на пост президента еще одного белого мужчину. Как это работает? Джо Байден и компания, Рон Клейн. Оказывается, президентство совсем другое дело. Общие правила важны для вице-президентов. Так мы получили Камелу Харрис. Но не для президентов. У президентов слишком много власти. Поэтому стандарты многообразия к ним не применяются. У нас было 46 президентов мужчин подряд. И демократы хотят еще одного. Не так быстро, расисты! Не торопитесь. Официальный Вашингтон может быть полностью на стороне заговора против Камелы Харрис, которая заслужила эту работу. Может, они готовы отступить и позволить самой высокопоставленной цветной женщине Америки быть униженной и оскорбленной в Нью-Йорк Таймс, но только не мы. Мы считаем, что Камела Харрис человек, со своими надеждами, мечтами и устремлениями. Она первая во многих отношениях. Она праздновала Кванзу еще до того, как ее придумали. И теперь, когда опра на пенсии, Камела Харрис главный источник жизнеутверждающих афоризмов, не имеющих смысла. Посмотрите эту нарезку, которую мы с любовью подготовили. Спросите себя, кто может помешать этой женщине стать президентом США. Знаете, когда мы говорим о наших детях, Я знаю, что для этой группы мы все считаем, что когда мы говорим о детях сообщества, они дети сообщества. Мы все испытали это на электрическом школьном автобусе. На электрическом школьном автобусе никакого выхлопа. Никакого запаха топлива. Нам пора делать то, что мы делаем. И это нужно делать каждый день. Каждый день нам нужно соглашаться. Этот вопрос ограниится. Мы были на границе. Мы были на границе. Вы не были на границе. И я также не была в Европе. Мои местоимения, она, ее и снова ее. Она, ее и снова ее? Она смотрела на меня и говорила, Камала, чего ты хочешь? Чего ты хочешь? А я оглянулась и сказала, свободы! Вы увидите кратеры на Луне буквально своими глазами. Своими глазами. Я говорю вам. Мы должны вместе работать вместе, чтобы увидеть, где мы, куда мы движемся, но также рассматривать это как момент «да, вместе». Это точка зрения женщины, которая была чернокожим ребенком в Америке, которая также была прокурором, у которой также есть мать, приехавшая сюда в возрасте 19 лет из Индии, которая тоже, знаете ли, любит хип-хоп. Что вы хотите знать? Что вы хотите знать? Она бесподобна. Вы бы отказали такому человеку в работе. Вот человек, которого демократы сегодня, дамы и господа, пытаются убрать с публичной сцены. И если все молчат, то мы не будем. Несмотря на внешний вид, Камала Харрис не какой-то одноразовый товар. Она первопроходец. Вы знаете, через что она прошла, пытаясь добиться успеха в стране с системным расизмом? Для дочери профессора это было нелегко. Вы знаете, как много она работала? В какой-то момент она даже встречалась с Монтелем Уильямсом. Не многие зашли бы так далеко. Неудивительно, что она устала быть больной и усталой. Мы понимаем. Посмотрите, как она поведала свою детскую травму в прямом эфире. Для вас! Вы знаете, в Калифорнии жила одна маленькая девочка. Девочка второго сорта. Которая училась в средней школе. И каждый день она ездила в школу на автобусе. И этой маленькой девочкой была я. Да, этой маленькой девочкой была я. Эта девочка на самом деле выросла в Канаде, а не на юге с законами Джима Кроу. Неважно, посмотрите, какой она стала. Теперь, просто потому что она дура, и никто не хочет и даже не знает, как правильно произносить ее имя, демократы пытаются избавиться от Харрис. Выкинуть, как ненужную обертку от Биг Мака. Камала Харрис может быть испачкана соусом, но она заслуживает большего. Да, заслуживает. Посредственность не является оправданием для увольнения. Низкий IQ, ужасный характер, полная неспособность выполнять свои обязанности. Это не причины отказывать кому-то в работе. Администрация Байдена неоднократно говорила об этом. Кстати, демократия тоже играет здесь свою роль. Вы только что видели женщину, которая, по словам Лист Чейни, набрала на последних выборах 81 миллион голосов. Это наибольший показатель среди вице-президентов в истории. Это больше, чем было у отца Лист Чейни. Таким образом, отказ Камали Харрис в выдвижении является ничем иным, как формой мятежа. Это атака на демократию и на наши священные нормы. Это дезинформация, вероятно, российская. В любом случае, мы не можем этого допустить. И пока это шоу в эфире, мы не допустим. Мы поддержим Камалу Харрис на праймерис 2024 года. Она этого заслуживает. Как и демократы. Они создали ее. Они должны смириться с необходимостью жить с ней. И любой, кто не согласен с этим, определенно расист. Субтитры создавал DimaTorzok